О, хей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь, как долго мы с вами ждали выхода третьего сезона Ходячих Мертвецов. Давным-давно я помню, что я проходил первый-второй сезон еще на мобильном устройстве, потому что компьютер мой просто не поддерживал, он просто не тянул. Да, я был вот таким вот обычным человеком с таким вот ведроидным компом, но теперь все нормально, все работает, все летает, можно сказать, и наша новая глава приключений вселенной Ходячих Мертвецов ждет нас, она называется New Frontier, что означает новый рубеж или новая граница. Все, что я помню с прошлого раза, когда я играл еще в Ходячих Мертвецов, не считая, конечно, дополнений Мишон, которое у нас было, как бы своим ходом оно прошло, я помню лишь, что Клементину привели к лагерю каких-то выживших, Кенни притащил ее, по-моему, с кем-то еще, кто-то там был еще какой-то, то ли ребенок, то ли кто. Кенни оставил их и ушел, вот и все, в общем-то. Естественно, никаких сохранений у меня не осталось, потому что играл я на мобильном устройстве, облачного сервиса у меня не было подключено, поэтому мы будем, видимо, начинать с вами новую главу. Выберите способ начать свою историю, игру Ходячих Мертвецов, новый рубеж, вот, новый рубеж, смотрите, перевели, да, можно было особо не париться. Можно начать как новую историю, а можно продолжить в ней свою историю из сезонов 1 и 2. Ну, нету у меня, значит, истории из сезона 1 и 2, она лишь осталась у меня где-то в памяти, поэтому мы начнем, наверное, новую историю. А вы, ребят, уже можно сейчас ставить лайк, потому что, как всегда, игра Telltale Games, новые, выходят прямо, прямо с пылу, с жару, сразу же к нам на канал. В моей, естественно, озвучке и с моими умопомрачительными комментариями, да. Надеюсь, что эта игра захватит нас очень сильно. Неразрывные узы. Часть первая. Куплен и установлен. Ну, конечно, как иначе. Пути Хавьера и его семьи случайно пересекаются с вражде в настроенной группой, и простое недопонимание перерастает в неуправляемую стычку. Хавьер. Не знаю, может быть, какой-то новый герой, а может быть, старый. Но, в любом случае, мы сейчас поймем. Переместите бегунок, чтобы логотип был едва различим. Да, он едва различим, я слегка даже вижу его. Ключевое значение в этой серии игр имеет сделанный выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Честно говоря, по первому и второму сезону я не понял, что это действительно имеет значение. Большое значение. Вот в Бэтмене мы видели, прям реально это очень сильно влияло. А здесь как-то... Эй. Пора. Двигайся сюда. Хорошо, хорошо. Я начну собирать вещи. Быстро, Хави, ты должен спешить. Слушай, я тебе мозги не парю, верно? Мне просто... Тебя здесь не было, когда отец был болен. Ладно, я понимаю, но твою мать, тебе следовало быть здесь, когда он умирал. Я знаю, ясно? Мне просто... Я уже иду. Это, видимо, один из главных героев, насколько я понимаю. Хавьер? Я не помню, у него не было у нас в предыдущих. Дэвид! Эй, Дэвид! Эй, Дэвид, братишка, братишка. Я пришлось бросить машину на улицах пробки на много миль. Он мертв. Нет. 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 Я пытался, я... Знаешь, что ты, гребаный урод. Единственный раз. Так, не делая этого, я... Я понял, да, я пытался доброваться. Давай скажем, да, я понял это. Слушай, слушай, я понимаю, что ты злишься, но пожалуйста. Злюсь? О, я не просто злюсь, Хави. Все здесь. Они здесь уже много дней, а ты где, блин, пропадаешь? Мы там, все вокруг него. Все, кто его любит. А ему страшно. Я вижу в его глазах панику. И он обыскивает взгляд. В моем комнату. Где Кави? Где Кави? Где мой мальчик? Я... Я здесь, рядом с ним. Держу его за руку. Как хороший сын. А он меня даже не видит. Он не видит меня, потому что ищет тебя. Давай врешнюю. Прости меня, ладно? Он был и моим отцу. Да скажу, прости меня, ладно? Прости меня. Ладно? Дэвид, боже, мне жаль. Извинениями его не вернуть. Ты хренов эгоист. Дядя Хави? Зачем вы ссоритесь? Хе-хе, такой пацан разумный. Мы просто шутим, твой отец говнюк. Хе-хе, ничего. А, это его. Не волнуйся, Гейб. Мы просто возимся... Подружески. Просто шутка между двумя братьями, верно, а? Ага, твой дядя такой веселый. Все, обращайся в шутку. Вступай внутрь, Мидио. Хе-хе, Мидио. Что за Мидио? Чуп-чуп, все, не перевели, я не понял. Все хорошо, все хорошо, парень. Иди внутрь. Бедный пацанчик. Расстроился. Так, значит, он сын вот этого парня. А этот его, значит, брат. Взять его за руку. Да, конечно, возьмем его за руку. Нафиг ссориться. Но я облажался реально. Сам виноват. Конечно, отец умирал. Я кого-нибудь позову. Возьми тело. А, да. Хреновенькое начало истории. Я люблю тебя, братик. Ты же знаешь, верно? Я знаю, отвали прикольный способ. Давайте будем хорошими парнями. Хе, я знаю. Дэвид это запомнит. Отлично. Че ты щуришься? Не надо. Ты уже простил меня. Ты думаешь, я тебя завидовал? Я ничего не думаю. Что ж, это так. Это длилось долго. Ты заблуждаешься больше, чем я когда-либо. Но может быть, из этого выйдет что-то хорошее, потому что ты нужен нам. Пора повзрослеть. Вы пытаетесь выйдешь, и я не останусь. Я знаю, что ты прав. Да. Я знаю, что ты прав. Ты прав. Даже не стану спорить. Я побуду здесь. Можешь на меня рассчитывать. Рассчитывать, а? Хочу в это верить. Да. Хочу. Все нормально будет. Хави. Сестра его? Кейт. Кейт. Мне так жаль, Хави. Мне так жаль. Спасибо. Нет, наверное, она не его сестра, потому что она бы тоже горевала селись. Пойдем внутрь. Ты нужен матери. Что случилось? А что случилось, действительно? Почему он так медленно добирался сюда? Может быть, потому что зомби-апокалипс начался? Идем. Он говорил, многокилометровые пробки повсюду. Это означает, что наверняка уже началось заражение. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Я думаю, что мы разберемся во всем. Я надеюсь, ребят, что вы очень удобно устроились. Вы комфортно сидите. Смотрите это интерактивное киношко. Как мы любим. Мамуля. Что-то, по-моему, она не очень рада меня видеть, что ли. Она говорит, уйди отсюда, типа. Мама. Мама. Где ты был? Чего? Я пыталась. Я пыталась. Я пыталась. Мне так жаль. Ну что, себя в женском роде? Его не стало, Миджо. Его не стало. Он в лучшем месте, мама. Они не русские какие-то, я смотрю. Недолго. Твой дядя, чего-то там. Какие планы на похороны? Дэвид договорился с отцом до того, как он умер. Телтейл представляет. Я не могу пройти. Нет связи. А какие-то они мексиканцы или кто? Совместно с Кайбаунд Энтертеймент. Хочешь пить, малыш? Хочешь сок? Дедушка, чашка пустая. Тебе не нужно больше наполнять его чашку, малыш. Дедушка спит. Нет, Я-Я. Нет, Я-Я. Пипа проснулся. Пипа проснулся! Твою мать! Почему он проснулся? Да потому что он стал ходячим, друзья мои. А вот и Пипа. Он проснулся. Дедушка сейчас вам покажет, где раки зимуют. Ой, девочка, не ходи туда. Капец, такого... Он реально встал. О, охренеть. Вот это начало истории. Слушай, мне это по душе. Чуваки, ой, чуваки. Слушай, они-то еще не знают, что это началось. То есть, действительно, это никакой не вирус, ничего подобного. Это просто все, кто умирает своей или насильственной смертью, они... Они фристалли. Рафа? Как так получилось? Чувак, не подходи к нему! Охренеть! Эпизод с Сен-Серон таким-таки... О, пацаны! Спасайте его! Оттащи его! Папа, папа, стой! Папа, не... Батя, хватит! Папа, успокойся! Что ты делаешь? Что ты делаешь, сыночек? Он с ума сошел, напал на Гектора. Он просто запутался. Мать, не подходи, мама! Не надо! Руку убери от арта! Дура! Я просто ничего не понимаю. А, все, он ее угостил. О, боже, о, боже! Он ее... Ни хрена он ее разодрал! Блин, все хорошо, все хорошо. Все будет хорошо, мама! Хави, помоги ему! Дэвид! Дэвид, давай! Давай, надо это сделать! Мне жаль, папа, мне жаль, папа! Это, мать его, эпик! Теперь у вас еще вторая появилась там! Нам нужно идти! Нам нужно ставить ее в больницу! Дай мне посмотреть! Дай мне посмотреть! Каприэль, где твоя сестра? А где твоя сестра? Ключи! Где гребаные ключи? Возьми папину машину! Ключи внутри! Хореография. Кайл Шогард. Гуд танцевал здесь. Мама, забери детей. Возьми все в больнице. Не выезжай на шоссе, оно заблокировано! Ой, сына, ты зря поехал с мамочкой-то! Она же по пути точно тебя отведает на вкус! Я подгоню фургон! Где Мари? Я не знаю! Митя, где... Мариана, Мариана, нам нужно идти! Я не ранена! Давай, дорогая, нам нужно идти! Нет, 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 не пойду! Нет! Нет! Нет, нет, пожалуйста! Все хорошо, деточка, все хорошо! Да ни хрена не хорошо, центральная окружная полиция, я знаю дорогу! Все очень хреново, дети мои! Че, неужто его тоже пацан... Ааааа! Нет! Аааа! Нет! Пол семьи сейчас выбрит! Охренеть, по-моему, он понял, что происходит! Черт! Чуваки, мне кажется, его надо выбросить уже сейчас! Слушай, они че, обращаются так быстро? Капец, какие-то чернила как будто! Нахрен ты это скрываешь, идиот! Ты сейчас всю семью свою подставишь! Лучше бы просто сам бы выбросился из машины и все! Уууу, ребятушки! Я, конечно, знал, что Телтеллы нас удивля... Удивят, но чтоб настолько! Первый... Ааааа! Привет, детка, красотка! Настоящий момент! А, понятно, то есть это было прошлое, но показывали... Ну, естественно, это было прошлое. А это уже настоящий момент. Хаби у нас... Скажи, когда оно достигнет лагеря. Оно? Кто? Войско трупов? Пожалуй, надо уходить, никогда не видел их так много. Какое-то мизначение. Давай, надо уходить. Я думаю, нам пора уходить. Да, сейчас. Мне просто нужно знать, насколько быстро они двигаются. Да, очень быстро, я смотрю. Проклядь, я оставил бутылку воды. Стада только что добралась туда. Меньше четырех часов. Давай, нам нужно двигаться дальше, пока дети спят. Да. А кто это? Это, наверное, жена брата его. Я правильно понимаю? Это же не его девушка, не его жена. Это точно. А дети? Наверное, дети, это как раз пацан и девчонка. Хе-хе-хе. Ты где? Челюсть отвисла у него, смотри. Да, мы не зря ждали так долго. Так, это кто? Похоже, стада немного ускорилась. Я думал, что он движется на юго-запад, но теперь я не уверена. А, вот, точно, вот они, вдвоем. Я разрываюсь, мы так долго на дороге. Это очень утомительно, но каждый раз, когда я думаю, что стадо пройдет, я не могу отделаться от мысли, что мы окажемся посреди него. Вы бы здорово сделать сновку, мы пойдем дальше, блокнот у тебя. А почему блокнот? Давай скажем про блокнот какой-то. Эй, блокнот у тебя? Думаю, лучше решать тебе. Круто, здорово, потому что я просто иногда рисую в нем. Мне нужно было что-то записать? Блин, зачем я спихнул выбор на нее? Я как мужчина должен был это сам сделать, по позе разберемся. Как всегда. Эй, я собираюсь покурить. Я не могу поверить, что ты нашла травку. Шутишь? Люди, наверное, выращивали еще еды, до того как поняли, что им нужна еда. Охренеть, хочешь ли я его скручу, не разбудить детей, думаешь, нам стоит сейчас курить. И давай скажем, что... Нет, не надо курить. Правда, думаешь, что нам стоит сейчас курить? Да конечно не стоит, ты че? Твоя жизнь в опасности. Расслабься. Мариана в наушниках гей пускает слюни. Думаю, все тихо. Вот дура. Ты реально поплатишься за это? Идиотка. У нее тут смертельная опасность. Практически по пятам следует за ней. Нет, спасибо, я не хочу курить. Иди ты нахрен. Травокурка проклятая. Нет, спасибо, одному из нас лучше быть трезвым. Не суди меня. Да буду судить, конечно. Ты же в одной машине со мной едешь. Воняешь, что... Когда я узнала, что у Дэвида есть дети, я сказала ему, что останусь для них той, кто я есть. Когда он сделал предложение, я напомнила ему, что рождалась нет для того. Чтобы привязаться к материальным вещам. А, чтобы быть мачехой. Прямо в лоб ему так и сказала. Он согласился, но уверена, что он был беспокоен. Я знаю, что он пытался изменить меня. Думаю, ты отлично справляешься, что Дэвида был упрямым, ты по нему скучаешь. Да, скажем, думаю, ты обтичный. Если это поможет, думаю, ты прекрасно справляешься. Не глупи. Ладно, я не напрашиваюсь на комплименты. Короче, это жена его брата, теперь они типа вместе ездят, да? Ну, один ты уже получила, что теперь? Я, честно, нелестно отзывалась обо всех этих мамашек, которые вечно твердят, что расти детей – исущий ад. Но Гейб заставляет меня думать, что они были правы. Марианна, я хорошо ладен, но его перепады настроения не знаю. Иногда мне просто хочется ставить его на дороге. Молодец, аще. Шучу, шучу. Во, подавилась, да? Не надо так говорить. Видите, это просто период такой, я тоже на это не подписывался. Давай скажем, не надо так говорить. Тебе лучше не говорить так. Я сказала, что шучу. Это не совсем шутка. Это шутка. Слушай, я люблю этих детей, но я могла бы вполне обойтись без напоминания Гейба о том, что я не его мать, когда он в плохом настроении. Он же подросток. Баловая зрелость. Гормоны. Когда у тебя появляется эрекция, все вокруг мир. Какой отстой? О чем ты говоришь? Это лучше, чем окровавленные... О, господи. Ладно, все, ребят, я не буду переводить. Ужас какой-то. Боже. Мне нужно посовокупляться. Как собака последняя. Че? Хочешь остановиться? Согласен, дети тебя слышат. Нет, скажем, дети тебя слышат. Заткнись, дура. Хватит об этом говорить. Я понимаю, это был странный разговор. Знаешь, дети тебя слышат. Никто не хочет знать, что родители об этом говорят. Мачехи и дяди не считаются. Слушай, она какая-то вообще... Какая-то падшая женщина. Ты посмотри на ее лицо. Да прям видно, что она какая-то вообще... Не знаю, блин. Фу, что это за запах? Кейт курит травку, иди спать. Мы сбили скунса. Просто промолчим. Сама виновата, дура. Зачем курила? Я уже знаю, что вы принимаете наркотики. Это очень резкое выражение, Мариана. Не говори Гейбу. А, он, по-моему, сам сослышал. О, это он мне сказал. О, боже, теперь вы даже в машине курите. Вообще, слушай, мне не нравится эта тетка. Ладно, опустите окна, пока вас не вштырило. Вообще, молодец. Мы сделаем столько, чтобы пополнить припасы. То есть, они еще и могут... Могут улететь от этой травы. Открытое достижение семейной путешествия. Ой, какая милота. Да, конечно, в этой ситуации сложно будет так сказать. Но все же. CNC Auto Shop. Остановись. И закупись. Что у нас там? Да, это какая-то парковка. И здесь, похоже, все заброшено. Смотри, какое кровавое пятно. Видимо, они кого-то уже сбивали. Я думаю, не раз. Дети, вы останетесь в машине? Слушай, это опасно, потому что они будут там заперты, если вдруг ходячие нападут со всех сторон. Ладно. Опа. Ага, отлично. Ладно, по крайней мере, мы будем держаться вместе. Да, да, эту кровавленную решетку мы уже видели не раз. Спасибо большое. Что у нас здесь? Молточек? Или это что? Это какой-то... Что с тобой? Молится. Она молится, смотри. Хочешь побыть одна? Молишься о том, чтобы мы были безопасны, не нужно. Давай скажем, хочешь побыть одна? Мэри, тебе надо побыть в одиночестве? Я молюсь о том, чтобы найти шоколадку. Что, серьезно? Хорошо. Что на самом деле нам нужно? Боже мой, похоже на шоколадку, вообще-то все. Кулька воды. Скажи, вообще-то все. Практически все нам нужно. Мы используем все, что выглядит полезным. Ну, пацан возбужал, точно. Так, хорошо, давайте начнем с бензина и будем двигаться дальше. Вау, кто-то там уже идет. Слушай, монтировочку вам не надо, пацаны. Подешманчику отдам. Хе-хе-хе. А, давай, отлично. Сейчас мы его уработаем. Ой, прости, дружище. Прости, прости. Это была пасхалочка Half-Life 3, которая никогда не случится. Хе-хе-хе. Любые монтировки в играх это пасхалочка Half-Life 3. Ху-ху. Бедняжечка, голову потерял. Так, в этой игре мы с вами будем очень часто видеть теряющую голову людей. Эй, ты куда? Да, пацан-то у нас, смотри, хорошо. Хорошо, давай, веселись. Хорошо провести тебе время. Боже, с ним это никогда не кончится. Ты просто тетка, ты не можешь найти общий язык с пацаном. Ненавижу, когда они ругаются. Мне тоже это бесит, совсем как его отец, не обманывайся. Вообще тут не обманывайся. Я согласен с тобой. Но мы с ним застряли, так что... По крайней мере, у тебя есть наушники. Да, но батарейки сдохли еще пару недель назад. Ты что-то и носишь тогда их? Для понта, что ли? Перед кем понтоваться? Я ношу их больше для того, чтобы вас дурачить. А, понятно. Тебе не стоит нас игнорировать. Хотелось бы мне отключиться, это нечестно. Ах ты, маленькая хитрая... Жопа. Это умно. Это и правда очень умно. Было бы здорово найти какой-нибудь обед. На свалке, да? Нельзя знать наверняка, последние 4 года люди складывали повсюду разное дерьмо. Да, дерьмо мы и есть, не хотим на обед, прости. Да, и Мари, если что-то случится, ты найдешь одну из этих машин. Ага. За приси не вылезай, даже если все стихнет. Жди как можно дольше. О каких машинах речь идет? Я не понял. Хорошая девочка. Одну из этих машин, он сказал. То есть, не просто какой-то автомобиль, а одна из этих машин. Это может быть автомобиль, это может быть вообще механизм какой-то. Так, что у нас здесь? Ну-ка, ну-ка, погоди, что-то было, нет? Мне показалось. Ага, вот, смотри-ка, что у нас тут. Мы можем немножечко поболтать. Эй, что случилось, малыш? Мне нужна ручка. I have a pen. I have a pen, Зин. Может, ты получишь... Ну, так, 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 нужна ручка. Ручка? Ты это ищешь? Просто мне кое-что нужно сделать. И для этого мне нужна ручка. Хорошо, я уважаю твои желания. В прошлой ночи я думала о той глупой истории, которую мама обычно рассказывала мне перед сном. Я всегда ее не любила, но потом я поняла, что я не... Помню конец, конец был глупым. Мама считала его забавным, а я всегда думала, что это очень глупо. Я хочу записать все, что помню обо всем. Дневник в очереди, потому что если я забуду, и это пропадет, то я вроде как тоже пропаду. По крайней мере, чуть-чуть. Занимайся поиском припасов, чтобы было, что прошло. Хорошая мысль. Это отличная идея, Марьяна. Мы будем поддерживать отношения. Нам нужно развивать отношения с этими детьми, потому что дети, они такие особенные на самом деле. Все дети, они нуждаются в отношениях. Поэтому если мы будем как бы с ними дружить, будем как-то поддерживать их, даже в каких-то, может быть, странных вещах... Отработанное масло бесполезно для нас. То тогда дети завоюют наши... Мы завоюем доверие детей, и тогда нам проще будет с ними. Ну и они будут более счастливы. Большая часть передней панели вырвана. Сиденья пропали. Не работает. Может быть, одна из этих машин... Может быть, они делают какие-то машины, типа машины укрепления, знаешь, такие, типа крепости на колесах, в которых люди могут спокойно путешествовать и чувствовать себя в безопасности. Насколько это возможно. Матрас. Ну и мерзость. Хочешь поспать на этом матрасе? Нет? Поехали дальше. Что? Ткнуть? Матрас? Давай, давай, посмотрим, что под ним. Может быть, там клопы и убийцы? Прекрасная. Ладно, теперь, я сожалею, это уже сделал. Сейчас кто-нибудь вылезет из-под него. Бомж какой-нибудь. Давай поговорим с Кейт. Нашлось что-нибудь? Не могу перестать думать о том стаде. Оно нас поймает, и все. Привет, засранец! Оттуда уже нельзя будет выбраться. Мы уйдем от них? Да, верно, я могу попытаться. Не думай об этом. Мы умные и осторожные. Мы уйдем от них. Удача заканчивается так же, как и бензин. Ты права, ты чертовски права. Когда-нибудь настанет последний раз, понимаешь? Последняя канистра бензина, последний кусок еды. Давай, начинай паниковать. Что, если в этом месте ничего нет? А в другом? А в следующем? Мы никогда это не допустим. Хорошо? Понятно? Успокоились, все. Дамочка. Ладно, я дам на это пять минут. Все хорошо. Честно признаюсь, я знаю человек, который очень сильно похож на вот на эту самую икей. Прям в реальной жизни, да. Ну ладно. Надеюсь, не с нее брали пример. Что у нас так? Здесь мы все осмотрели. Пойдем-ка посмотрим вот здесь. Мы бегать... Мам, мы можем немножко быстрее, смотри, ходить. О, смотри, что это такое у нас здесь. Здесь может быть немного бензина. Было бы очень кстати, если бы мы остались ненадолго здесь. Вообще, мне кажется, что самые большие страхи героев, они обычно... Ну, как бы, они... Происходят. На самом деле, когда эта машина делала кого-то счастливым, теперь она здесь ржавеет. И мне кажется, что если Кейт так боится этого стада, то наверняка она в него попадет. Такова жизнь. Я не знаю, что будет, на самом деле. Это не то, что я спойлерю, я просто предполагаю. Давай-давай. Вау! Тихо-тихо! Культяшечки свои протянул. Лежать! Блин. Опять у нас все в мозгах будет. Да. Не дал мне закончить переливание бензина. Где мой супер-супер-шприц у него? Стрю уже все оборудовано для того, чтобы сливать. Давай-давай-давай, смотри, слушай. Качать еще прям надо в реальном времени. Что, нормально? Покачал? Немножечко, да? Ну, пойдет. Не так много, но любая малость пригодится. А как они сливают вообще, получается, весь бензин, который есть? Или в Америке там у них... Один вид бензина только. Ацетилен. Хорошо для сварки, но не более. Вот здесь, смотри-ка, машинка есть. Тоже слить можно будет. Что, неужели никто не догадался за все это время слить отсюда бензин? Гейб вон там сидит. Иди к папочке. Давай, бензинчик, иди к папочке. Я бензиновый папочка. Почему-то на всех машинах написано... Where? Едва ли то, что доесть. Я должен идти еще. То ли они текстуры не сделали, то ли это действительно пасхалка какая-то. Вот сейчас, когда он перекачивал, я видел, что... Смотри, вон тоже все написано. Смотри, написано. Where? Где? Опять на машине написано. Я не знаю, для чего они это сделали. Ну что, Гейб? Что происходит? Габен у нас, смотри-ка. Габенчик. Я просто... У меня плохое настроение, ясно? Я хочу, чтобы оно прошло, но оно не проходит. Мне просто не хочется все время быть в дороге. Мне нравится быть среди других людей. На дороге безопаснее. Людей переоценивают, и мы ездим друг у друга. Давай скажем, на дороге безопаснее. Идея славная, но безопаснее нигде не останавливаться. Ты понимаешь, чувак? Я не знаю. Может, просто оставить меня в покое? Ладно. Но если захочешь поговорить, я... Не захочешь. Ладно, не буду тебя допекать. Ты хороший парень, я уверен. Давайте осмотрим машину. Мы должны их осматривать, или просто бензинчик сливаем? Выглядит обещающе. Давай, переливай. Так, поехали. Ну-ка, бензинчик пошел, нет? Что-то... Бинго! Да! Канистрочку, по-моему, мы набрали. Сейчас какой-нибудь лысый хрен появится здесь. Вылезет. Куча шин осмотреть. Давай, сейчас он прям там внутри сидит, смотри. Не думаешь, что эти шины подойдут к фургону? Конечно, не подойдут, они же огромные. Залезть? Мы все с вами осмотрели? Или нет? Смотри, тут еще куча всего интересного. Так, пойдем-ка посмотрим. Камазик у нас. Здесь ничего нет, кроме мусора. Здесь? Что у нас здесь? Шины, банки с краской, старая газета. Все на этой свалке это мусор. Не, а ты как хотел, это же свалка. Конечно, здесь мусор будет. Откуда, правда, там бензин остался за все это время? Похоже на топливный бак. Что, попробуешь? Пустой, наверное. Ну, конечно, пустой. Да было бы слишком жирно. Да и куда бы он его слил? У него маленькая канистрочка. Груда автомобилей. Давай, смотрим ее сначала. Ну что? Хороший домик, который даже здесь искать слишком рискованно. Выглядит неустойчиво. Да откуда там бензин? Да, конечно, его там нет. Поехали. Смотри, мы можем залезть наверх. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Похоже, наверху есть на что посмотреть. Мне кажется, там какое-то убежище должно быть. Может быть, даже кто-то там живет. Остаться подняться, конечно, пошли. Получилось? Немного. Но нам не хватит. Гейб? Эй, Гейб. Пойдем посмотрим, что там. Че, очканешь, нет? Трутишка. А, Гейб, держись поближе к Хави, понял? Хорошо. Командует, тут ходит. Да, у меня все доверие к ней пропало после того разговора в машине, после того, как она траву курила. Тьфу, честно, вообще. Женщина теряет свое уважение к себе, когда начинает заниматься такими вещами. Когда говорит о таких вещах, когда живет таким образом. Она просто становится неценной для других. Эй, глянь. Тут упаковка даже не разломленная. О, нифига себе. Хороший улов. Да смотри, там сейчас парамедики у нас будут, наверное. Восставшие из зада. Что мы будем? Давай откроем. Давай просто сначала сольем, наверное. Попробуем. Черт, заперто. Ну, конечно, нам придется все-таки лезть внутрь. А ты думал? Что, выпытывать? Что-то выпытывать. Так, а что мы должны делать? Выпытывать. Давай. Ага, выпытал. А, да, ес. Хе-хе. Гейб, по-моему, обрадался. Я не думаю, что хорошая идея будет сразу лезть в салон. Поехали. О, пошел бензинчик. У, давай, давай. Ух, хорошо. Гляньте, сколько тут топлива. Ой-ой-ой, сейчас что-то произойдет. Мне кажется, сейчас... Это займет какое-то время. Хочешь посмотреть, что внутрь? Давай просто посмотрим туда. А что, это интересно. Там наверняка кто-то есть. Заперто. Ну что ж, по крайней мере, там было немного бензина. Я думаю, был бы смысл, конечно же, пойти и попробовать открыть. Потому что все-таки это машина скорой помощи. Там могут быть какие-то припасы, медикаменты. Черт! Воу-воу-воу-воу-воу. Кто, один? Два? Сколько их там? О, сантехник. Вам машину не починить, пацаны! Поднешманчику дам! Опа. Слушай, он научился с одного удара выбивать. Эээ, похоже, это оттуда. Гейб, не отходи от меня. Мне кажется, пацан хлюпик. Он не сможет справиться с ходячими, если тот нападет на него. Главное, что здесь толпы не было. Вот качал бы себе бензин. А, домик, домик, домик. Понятно, в домике кто-то что-то есть. Ну, пойдем посмотрим. Специфика ходячих в том, что они не очень быстрые. По крайней мере, от них можно убежать, если их не очень много. Что, можем открыть или смотреть? Давай сначала заглянем, просто посмотрим туда. Вдруг там что-то. А, выглядит... Выглядит интересно. Похоже, получится пробраться через люк. Подожди, что он пытается сделать? Здесь, наверное, закрыто. Он хочет лезть через подвал! Твою мать! В подвале всегда самая жесть творится. Я помню, это еще со времен живых мертвецов. Нет, как это называлось? Армия тьмы. Зловещие мертвецы. Так, погоди, выпытывать надо. Надо выпытывать! Хе-хе-хе! А мы, смотри, уйти-то больше никуда не можем, получается. А, нет, можем. Хочешь попробовать выпытать? Я не знаю, что с локализацией происходит. У этой компании столько и много денег, что не могут нормальную локализацию выпытывать. Но кто фомкой выпытывает дверную ручку? Не получится. Его вскрыть. Черт возьми. Да, конечно, это уже было понятно. Ты же лошара. Ты явно не домушник. Окей. Пойдем полезем, значит, через подвал. Переместить. Что у нас здесь? Давай посмотрим. Разграблено уже давно. А вот дом почему-то не тронутый. Ну да, отличная дырень специально. Она специально здесь, кстати, эта дырка. Ну, пойдем. Хочешь со мной, Гейб? Не хочешь вперед полезть? Так, а у Гейба, кстати, у него там ствол в кобуре. Ага, просто дом на своих. Ну, давай попробуем открыть его. Мне почему-то кажется, что внутри никого нет. Вау! Да, мне кажется, здесь очень много припасов разных. Гейб! Подойди-ка, посмотри! Здесь реально кто-то жил. Тут не особо чисто. Наконец-то нет, Муэртос. А, Муэртос, это, видимо, мертвяки. Слушай, они реально испанские, но будь осторожен. Или мексиканцы. Хотя, честно говоря, я не знаю ни испанские, ни мексиканские, если они есть языки эти. А, что надо поговорить с ним? Давайте сначала осмотрим все, что у нас есть. Что это? Батарейки? О, батарейки для плеера. Конечно, берем. Хватай! Схватить! Прямо не взять, а схватить батарейки нужно. Окей. Ладно, пойдет. Отдадим это девчонке. Что у нас здесь? Йогурты просроченные! Ну, они точно протухли. А вот в банке... Ты что, шутишь, что ли? К счастью для тебя, он так напичкан кассиронам, что не может сохраниться сотни лет. Ха-ха-ха. Столько еды, что там несколько недель хватит. Мне кажется, они не успеют ей воспользоваться. Потому что сейчас ходячие придут. Ну что, девчонки? Налетай! Сегодня у нас спиргеры. Проверь. Самый что-нибудь есть настоящий пудинг. Серьезно? Или тут не только еда? Везумие есть матрас, есть одеяло. Чей-то матрас и чей-то одеяло. Да, кстати, она разумно говорит. Надо бы скорее взять бензин, скорее, на самом путь. Тут небезопасно, по-моему, тут уютно, это место, помойка. Давай скажем, тут небезопасно. Отвечения здесь, в самом деле, странные. Если может, как-нибудь нас окружат? Отлично, теперь я просто в ужасе. Смотри, а у нее реально фобия, что ее окружат? Ладно, тебе одну ночь. Ляжем нормально, поедем настоящей еды. Было бы приятно для разнообразия переночевать мне в фургоне. Пожалуйста. Так, нам придется сейчас выбирать. Стадо приближается, если оно еще не здесь. Нам надо опередить его, пока не сильно поздно. Забор усилен, все будет хорошо. Смотрите, мы не можем тратить время, мы можем остановиться на ночь. Что мы можем сказать? На ночь сейчас нужно сделать выбор, и идет время. Я предлагаю все-таки поехать, потому что здесь реально небезопасно, потому что здесь может быть какой-то вообще человек жить. Он увидит, что мы все сожрали. Давай скажем, мы не можем терять время. Дети вряд ли могут адекватно оценивать ситуацию. Нам нужно убираться все. Отлично, еще одна гребаная ночь в гребаном тесном фургоне. Ура! Не, это все ради безопасности, пацаны. Ладно, давайте хоть хавкой затаримся. Ну, конечно, затаримся. Или не будем брать. Я не пошел у тебя на поводу! Мне плевать было, что ты говорила. Старптивая женщина. Я руководствовался своим собственным разумом. Сохранить батарейки, а потом отдать... Давай отдадим батарейки. О, угадай, что тут. Теперь ты нас вообще не услышишь. Мы можем действительно уйти. Но это... Она не этого не забудет, но это может сыграть тоже роль определенную. Типа, она будет слушать музыку, что-нибудь там не услышит. Че ты улыбаешься тут? Вот за это спасибо. Да это не ради тебя было. Поддерживать меня, все такое. Ну, каково оно быть плохим парнем? Я справлюсь с детьми. Мы вместе с этим разберемся поганой. Я справлюсь с детьми. Очевидно, у меня более толстая шкура. Ох ты, блин. Не смотри на нее так. Черт! Эй, Кейт, можешь нам помочь? Нехрен тут думать. О утехах. Романтические. Эй, погоди-ка, ну... Че такое? Шоколадка? Утех! Так, ты снова стань... Можешь стать хорошим? Спасибо. Добудь бензина, нам надо скоро уходить. Че смазливый пацан такой, мужик? Ну ладно. Ладно, ладно. Все будет хорошо. Опачки! Кто-то приехал. Прекрасно. Эй, какого хрен ты делаешь с нашим бензином? Ха-ха-ха-ха-ха, точно, точно, точно. Хорошо, что мы не остались здесь. Давай, выкладывай. Все, спокойно, пусть останется вам. Теперь это мой бензин, нам нужно совсем немножко. Прости, чувак. Всего одна канистра, нам было очень нужно. Нам? А я, сволочь, знал, что вас тут до хрена. Ты не один. Ты не похож на одиночку. Это точно. Давайте не будем сопротивляться. Я знаю, что с тобой еще люди. Они вернутся, они уехали, я здесь один. Они вернутся Они пошли разведать окрестности, скоро вернутся Им не понравится, если они увидят, что ты тычешь в меня стволом А, он им угрожает, типа, что они здесь Очень может быть А может они уже тут Устроили засаду и ждут Да нет, они не ждут в кустах Рассыпаться, искать остальных Лони, ты со мной Вот это попадос Мне кажется, надо было просто отдать им бензин И сказать, что, ребята, извините Блин, главное, чтобы они не начали палить по ним Эй, вы жопы с ушами У нас тут ваш парень Вы, если не хотите, чтобы мы его застрелили Выходите медленно, с поднятыми руками Ладно, давай, ты первый Пойдешь в засаду к своим же Буду ржать до упаду весь день Слушай, ну надо сдаться просто, да и все Открывай, но очень медленно А, они куда спрятаться? Они, наверное, ушли через люк Ага Мне кажется, надо было сдаться, реально Зачем они это делают? Ну, что они могут против вооруженных парней сделать здесь? Заваруху только нам не мешало еще тут устроить Так, давай пододвинем, отлично Они типа не заметят, они же не знают Опа, тут похоже вы с дружками дословно попировали, а? Да один путь и все сожрали, чувак Я могу все возместить, мы взяли немного Я, это, это я все съел Давай скажешь, что ты никого здесь не мог Это я все их съел Я Ты? Один? Что я могу сказать? У меня прознулся аппетит Умеешь зубы заговаривать Следишь за каждым своим словом, да? Слушай, я, 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 я все понял, хорошо? Конечно, жрать тебе охота А кому нет? Был на крыль смерти, решил, что вдруг на полный золотой жил Добросовестное заблуждение Только у меня одно предчувствие нехорошее Что я тебя, его обманываю, да? Что здесь тут еще есть? Что ты мне мозги паришь Что мы можем сделать? Выдернуть картонку? Когда в этот раз, когда нас наехали какие-то ублюдки Пригляди за этим ушлепком, я вслежу за наручниками Сделаю Ты еще пожалеешь, просто отпусти меня, мы можем все решить Не надо усложнять Твой приятель не совсем соображает, так что давай поговорим, мы с тобой, мы же сможем все решить И это ему решать Послушай, это не обязательно Ага Что за шум там нахрен? Что там прячешь, парень? Надо быть честным на самом деле Честность порой побеждает Если что знаешь, выкладывай И давай скажем, не волнуйся Из-за этого там ходячая, тебе вереща со своими сломами Давай скажем Не открывай Эй, я предупреждаю Откроешь, это труп Зачем? Не фути со мной Да какого хрена, там такой выбор был Вообще другой совсем Капец Слушай, они вообще очень странно на самом деле Потому что они пишут, как бы, диалог один Да какого хрена, я не хотел с ним сражаться Диалог один пишут, а потом результат совсем другой Вообще не предугадаешь, что будет дальше Капец Какой-то вообще Слушай, я Мне вообще это не нравится Что за локализация дурацкая За то, что ты тут натворил, придется расплачиваться Погоди, погоди, не стреляй Да Я недоволен Нежданные гости Открытое достижение Я реально недоволен Что нас Нам морочат голову По-другому это никак не назовешь Я ему говорю, не волнуйся из-за этого Он говорит, еще раз Что ты сделаешь, ты и ты труп Ну где это такое? Не волнуйся из-за этого, значит, он его уговаривает А что ты труп, значит, он ему угрожает Где моя семья, где они? Что ты сделал с моей семьей? Пожалуйста, просто скажи что-нибудь И ответьте мне, козел Пожалуйста, мужик! Так что сделай должение нам обоим Притворить, что еще спишь На твоем месте я бы не стал на меня давить Я повезло, что у нас тут все делается определенным образом Но на твоем месте мне бы хотелось Спустить ее в голову пуль за то, что ты сделал с Лонией Стадо идет, это была не моя вина Давай что-нибудь придумаем Ты должен вернуться Там мои родные! Эй, послушай меня Стадо идет Огромное И да, и поэтому мы и уезжаем Пожалуйста, скоро Хватит! Хорошо, не надо меня бесить, парень Еще слово, и клянусь богами Я сам тебя усыплю Нас еще ждет дело И я не хочу Нас еще ждет дорога И я не собираюсь Какого? Стоп! Хватит, хватит, хватит! Ну, конечно По крайней мере, ладно Ай, погоди Черт! Да, прекрасно Вообще просто супер-найс Как ты мог так облажаться? Схватить пистолет? Давай, давай, хватай Все прекрасно Мне кажется Мне кажется, вот эти парни Были не такие плохие Как могло показаться На первый взгляд Если бы мы с ними нашли Какой-то правильный диалог Эй, стоять! Хмырь! Стою Отпустите его Пристрелить его Не будем устрелять Отпустите его Все нормально Он-то запомнит, надеюсь Зачем я буду стрелять? Патрон долго тратит на него О-о! Кто здесь? Блин! Да Хорошо, хорошо Это хорошо Просто смотри вперед Кто это там? Клементина, что ли? Я знаю, что все в порядке Пожалуйста, помоги мне Все не так, как выглядит Пожалуйста Мне просто Мне нужна помощь Ну, это очевидно Ага, я понял Почему так показывают Пипично? Потому что Как и твои друзья Все они сбежали Не думаю, что он вернется И спасет нас Привет, Клем! Я скучал Я реально очень скучал По тебе Круто Хорошо Теперь давай Без глупостей Потому что я не такая Любезная, как ты Я раздумывать не стану Ох, смотри-ка Сказать, что возмужала Будет неуместно Ты ребенок Она не ребенок Она уже не ребенок Она через такое прошла, чувак Тебя не сделала Погоди, ты это сделала? С деревом? Нихрена себе Я пыталась остановить грузовик Нифига себе Она дерево срубила Вот это силушку-то накачала Ты посмотри за все это время Я думаю, вы перестарались Меня чуть-то Ты меня чуть не убила Зачем тебе грузовик? Зачем тебе нужен был грузовик? Чтобы уехать Кэп Подними руки вверх И закрой глаза Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Агрессор с яблоком Слушай, на самом деле я жертва Все мы жертвы Зач, поэтому меня можно грабить, да? Да, отлично Это плата За твое спасение Ха-ха-ха Ты смотри, какая, а Проныра Положи на место сейчас же Это для моей племянницы Ты просто воришка Эй, это для моей племяшки Она любит шоколад больше всего Я обещал ей Пожалуйста Шоколадочку-то хоть оставь Я думаю, что она оставит Клементина Не потеряла человечности Не открывай глаза И зачитай доста Перед тем, как уйдешь Просто Постой, постой Просто моя семья Я должен вернуться к ним И на нас напали И я не Я просто Мне нужно знать, где я Мы съехали Шоссе 522 Проехали Списка В шопер-маркет И потом нашли свалку И они все еще там Я должен вернуться к ним Я знаю, где это Ты сказал, что вы уехали В нашем фургоне, да Я отвезу тебя на эту свалку Если отдашь мне фургон Ха-ха-ха Молодец А мы-то как потом Договорились, нам нужен наш фургон Этот фургон Наш дом У нас больше ничего Нет Звучит как отказ Можешь просто укажешь мне направление Как же нормальный человек Может я просто застрелю тебя И возьму фургон Отличная идея для тебя Это лучшее условие Пойдем Ха-ха-ха Вообще Уууу Молодец Это правда необходимо? Я не знаю тебя Я не доверяю тебе И я не собираюсь рисковать Я не меняю тебя Серьезно, взаимно Я понимаю Ты осторожно Рад, что мы друг друга понимаем Кстати, меня зовут Хавьер Обычно все зовут меня Хави Клементина Классно и приятно познакомиться Спасибо, что не стала стрелять Спасибо, что не убила меня Клементина Не благодари, пока Потому что, может быть, шмальну еще в тебя пару разков Будешь дергаться, если Мне интересно, как она сбежала с этого форта Что произошло после того, как Кенни отвел ее В ее ответственность открыт достижение номер 3 Почему на облачном сохранении у нас никак не работает? Я помню, в Бэтмене у нас тоже такие же проблемы были О, привет, привет Привет, дружок Обнимемся Мне кажется, это не самая лучшая идея Смотри Вау! Ни хрена себе! Уху-ху! Девочка! У тебя это хорошо получается Ты знаешь, сколько я таких перекрошила? Подумала, слушай Не хочешь говорить? Не надо Давай, поболтаем Ну, может, отдашь мне эту пушку, чтобы я мог защитить себя? Обещаю, что не буду себя стрелять Мы можем помочь друг другу А может, тебе сбросить маску? Слушай, я не собираюсь с тебя стрелять Я даже не стал стрелять с того парня, который меня связал Но я знаю, что ты думал об этом Ну, думал-думал Много я о чем думал Что у нас? Столпа... О, орда уже... Муэртос! Станта догнала нас Ой-ой-ой, дело плохо Дело плохо, ребята Так всех мы не перекрошим Муэртос? А как ты их называешь? Ходячие А тех, которые бегают? Они все гребаные ходячие, ясно? Мне просто... Я не привыкла быть среди других людей Значит, она все время держалась одна Все это время Звучит одиноко Я не успокоюсь об этом Да, это заметно Обычно я сама по себе Как-то одиноко звучит, на мой взгляд Твое мнение меня не интересует В любом случае Мне так нравится Муэртосы Значит, официального названия у них нет Так кто на той свалке? Дети моего брата и его жена Моя любовница будущая Впечатляет Так долго выживать Не знаю, как тебе это удалось Просто держала всех вместе Мы поможем друг другу Они все выжившие Я сделал все, что потребуется Я делал то, что должен был, чтобы защитить их Лучше, что я мог Держать их подальше от неприятности Черт Что? Иногда этого недостаточно Ну, как насчет тебя? Должно быть, ты была совсем маленькая Когда началось это дерьмо Была Но некоторые люди обо мне заботились О, да, я помню А что с ними случилось? Лучше не спрашивай, чувак Так случается со всеми? Безысходно Да, они все умерли А что с Кенни случилось? Тоже непонятно Мы не можем здесь оставаться Там впереди есть город Мы можем подождать Там пока стадо не пройдет Что с Мессием? Почему я должен тебе верить? Веди Давай, скажем Ты можешь верить сюда, пожалуйста? Хорошо, как скажешь И будем ей доверять Потому что она более опытная Чем этот мужик, мне кажется Она через такое прошла Не заставляй меня жалеть об этом Ну же! Мы должны быть А это что? У них ветряк? Это как раз, видимо, там и находится эта свалка Ой, ребятушки Ой, ребятушки Я не знаю, что будет дальше Выживем мы или нет? Нападут ли ходячие нас? Там же мужики Со стволами остались Или они все уехали И бросили нашу семью там В этом домике На сваях Я не знаю Вон там Они уже близко Так, кто-то бегает А, это как раз тот форт Нужно добраться до ворот Или нет Или это свалка Просто идем дальше Они откроют А, это тот как раз форт Точно-точно-точно-точно Это тот форт, где она была Открывай! Воу, ребятушки Постреляем, да? Открывай, чувак Я не могу открыть ворот, пока вы тут все не зачистите Не могу рисковать Ну ладно, блин Постреляем Давай постреляем Давно у нас тира не было Пам! Давай, поехали Дальше Кто у нас? Отлично Так, этот Этого сняли Давай Что? Патроны кончились, что ли? Черт, пули не стреляют Почему? Отсверлили А, ну да помоги ей, блин Придурок Да какого хрена ты, идиот? Так долго-то На тебе Ху-ху-ху-ху-ху-ху И это что, лицо? Давай, живо внутрь Скорее, ну! Закрывайте, блин О, на коне Ничего себе Эй! Эй! Тан! Твою мать Через левое плечо Франсина Однажды ворота закроются Твой занятый Застань Занятой стороне Когда настанет этот день Трип, клянусь Первым я съем тебя Это Клементина, так? На этот раз Побудешь тут подольше? Нет Как только Ходячий слынет Я отведу его на свалку У 522-го шоссе Возможно Нам застряли мои родные Прячутся от очень плохих парней А, черт Соболезную Это стадо сюда быстро набежало Мы рассчитывали, что оно уйдет так же быстро Так что не высовывайся ни во что не лезь Все ясно? Слушай, а как они? Они чуют же людей Все будет в порядке, не обещают Это за ней нас Все будет в порядке Все будет в порядке Нам просто нужно где-то переждать стадо И все Хорошо Допустим, что так Я бы не советовал менять решение Иначе можно с дубов не досчитаться А теперь все Шагайте У меня дел дохренища Ну, добро пожаловать в Прескотт Точно Форт Прескотт Я помню Я помню это место Как раз сюда Кенни Клементину и привел И там был еще пацан маленький Несколько я помню Или ребенок даже Вообще-то тут довольно мило Видимо, тут раньше был аэродром Ну, по крайней мере, мы узнали, что внутри Но вот люди, они из тех, что я предпочитаю Мы ненадолго, надо ли мне волноваться Прелестный городок Давай спросим Что-то может быть Какие-то опасности Что за проблема? Тут что, есть какая-то история, которую мне надо знать? Не то чтобы Просто я знаю, на что люди побывать способны Понимаешь, в чем я? Эй, Ави Что, что там? Ворота закрываются Мои родные Они остались там Среди всего этого Если вы, ребята, смогли протянуть так долго Уверена, вы знаете, что нужно делать в таких ситуациях Хочется надеяться Идем сюда Что я могу сказать? А мне надо с одним чуваком поговорить насчет патронов Клевентина, хоть и подросла, но она действительно Ну, как бы, она, она созрела Она стала очень Зрелой личностью, я смотрю Смело принимает решения Очень уверена в своих действиях Умеет говорить И при этом, очень симпатично Боже, не был в таких местах Все пор, как вы, ну, сами знаете Тут все как раньше Это что, этот чувак, да Слушай, у меня тут какие дела Подожди меня О, деловая колбаса Ты посмотри, стоя А мне, что делать Почему бы тебе не подружиться с кем-нибудь? Да Вот только этого нам сейчас не хватало Дружить с кем-нибудь Ладно, давай посмотрим Бильярдик Может быть сыгранем Похоже, игра в самом разгаре Лучше не трогай Так, у нас там есть какие-то люди Которые наверху разговаривают Что у нас здесь? Смотри-ка, есть Смотреть Шахматы Во что-то и гора Поиграть Шахматы Не моя игра Ну, как-то у нас, по-моему, Гейб играл Да, Гейб у нас любит играть В шахматы Опа Интересно, где они нашли это старье? Что это, Пэкмен у нас? Таких уже сто лет не бывает Фантом Панч Призрачный удар Так, чувак у нас вот с похмелья мается Давайте поговорим Картежники О, в карту лучше не играть Прошу прощения Опять ты? Ты вроде как ловкач Нельзя не признать Постой минутку Мы с тобой знакомы А, не знаю Может Гарсия Хавир Гарсия Тебя тогда поймали на мухлёжке со ставками Пожественной дисквалификации Чёрт Чёрт Ха-ха-ха А, мог бы сделать такую карьеру Да, я облажался, кушавтограф, давняя история Да, им просто надо было кое-кого наказать для примера Вот на мне и отыгрались Он картёжник, да? Как скажешь, бейсболист Я знаю только то, что прочитал в газетах Кстати, меня звать Конрад, а это вот Франсина А он тут себя заворвляет, а я просто живу на его деньги Может, я просто тебе поддаюсь? Вообще-то, если ты так любишь делать ставки, поделись-ка со мной удачей, кушей А игра называется покер Я поднимаю Как думаешь, мне управлять или спасать? Уравнять или спасать? Я вообще не разбираюсь в покере Вывести его на чистую воду, лучше спасать Я не играю в карты Да, скажем, лучше спасать Пас, мне это не нравится Доверюсь твоему чувству Пас Ах, какая жалость Посмотри-ка, что получилось С этими картами ты спасавал? Невероятно Блин, я ее подвел Ха-ха-ха-ха, черт Ха-ха, я не знаю Я не знал, правда Проклятье Черт, извини Упс Удалось выкрутиться Спасибо, что спасавал, а мне больше нельзя проигрывать Давай-ка я тебе налью за твою помощь За счет заведения Ну, спасибо, блин Ток-так, до дна Че у нас? Ууу, пахнет с кипитаром Слабоват напиток, Стоп Я с тобой говорю, не отворачивайся О, черт Опять она попала в какие-то... Ты че толку говори, когда уже сказано Уговор есть уговор, и делу конец Что происходит? Козел меня обманул Козел, я отдала ему коробку отличных батареек А он мне дал за них патроны, которые нихрена не стреляют Он мог убить нас обоих А ты еще что за хрен? Ее тело хранители, что ли? Типа того Да, так и есть, спокойно Ей не нужно, спокойно Скажем, да, так и есть На угрозы, Юригор Чертовски верно Так что придумывай, как тебе исправить ситуацию И побыстрей Ты даже не докажешь, что это те самые патроны, что я тебе продал Ух ты, ух ты, ну же Он знает, что его патроны не стреляют Послушай его, он даже не нервничает Я могла умереть из-за этих пуль Невероятно, черт возьми Берегись! Нихрена, он пытался меня зарезать Ты че охренел, чувак? Прямо средь белых дней с ножом напал на меня Сейчас я тебе покажу, парень Я знаю две кнопки волшебные Ку и Е Понял, мужик? Послушайте, давайте все успокоимся Вы погорячились? Я тоже погорячился Нихрена тебе Мы просто все немножко вышли из себя Вот и все А, сразу, да? Очканул Просто дай мне то, что должен Господи, успокой ее, наконец Да, давай, ударить его, остановить склем Я ее не контролирую Давай, скажем, остановить склем Так, прекрати, серьезно Так ты ничего не добьешься У нас был уговор Значит, поменяемся обратно А, я найду тебе батарейки Мне не нужны батарейки Мне нужны пули, чтобы меня не убили Твою мать Выстрелила О, черт Но, вы попали, чуваки Бросать оружие, живо Ладно, ладно, эй Эй, скажи, что он на тебя напал Твою мать, я тебя предупреждаю Он на нее напал Ясно, я выстрелила Заткнись Хватит уже, наговорилась Кончай Там стадо идет А вы тут пальбу устроили Вашу мать Срань, господи Что за хрень тень тут творится Он напал на Хаве Хорошо, это была самоборона Так, хватит. Если действительно ее пришлось пристрелить, что мы должны ей подыграть, наверное, потому что иначе нам кобздец. Все так, как она сказала. Посмотри на мой глаз, конечно, она говорит правду. Тот мужик обругал ее, подел за оружием и застрелил бы меня, если бы она ему не побежала. Видишь, теперь доволен? Проклятие. Я подожду его с собой под замок, пока не решу, что с вами делать. Эй, ты что, блин, серьезно? На полном серьезе, мелкая, теперь шевелись. Проходит тот, разносит к чертям мой бар. Кобзец! Какого черта, блин? Я понимаю, конечно, я ее ждал, я Кальминтиду ждал, я ее уважаю, она молодец. Но так себя вести! Я лучше выбью из вас все дерьмо. Из вас обоих. Но Франсина права, Элли и правда был первосортным ублюдком. И пришлось кого-нибудь взглянуть на твой порез. А, пришло кого-нибудь взглянуть на твой порез. Да, потом он скажет, что это порез, не порез. Эй, спасибо, что прикрыл меня в ангаре. Ты молодец, блин, должна теперь мне. Конечно, мы же команда, теперь я в опасности это сделал не для тебя. Давай скажем, ладно, конечно, мы же теперь команда. Конечно, разумеется, в любое время, детка. А, мы же с тобой теперь команда, да? Спасибо. Серьезно? Ну, конечно, серьезно, я спас тебя от верной смерти. Просто не думай, что теперь мы подружимся. Ни хрена ты вообще молодец! Эй! О, привет, детка. Привет, красавица. Как он на меня посмотрел? Кстати, меня зовут Элеонор, я здесь за доктора. Понятно, понятно. Доктор, полечи меня. А, э, так, 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 всегда, пожалуйста, ты можешь нас высшить, три придурок. Всегда, пожалуйста. Хавьер, очень приятно. Опа, смотри-ка. Вот как. Смотри, заигрывать начал, а? А теперь покажи-ка мне свою рану. А раны-то нету, наверное. Где твоя порезанная рана? Да, хорошо он тебя. Постарайся не дергаться. Чего ты на нее так смотришь? Почему больше всего не приятностись и подчиняюсь к самой красивой парке? А, смотри тоже. Рыбак рыбака ведь издалека со мной не будет. Ты думаешь, я красивый? Я скажу, то же самое. А? Ну да. Рыбак рыбака ведь издалека. Типа комплиментик. Что, что, что? Красавица. От которого одни проблемы. Тут не поспоришь. Ах ты, блин, ты смотри. Сразу начала на него клевать. Говорят, она хладнокровно убила человека. Можно спросить? Что на самом деле произошло? Можем ей доверять? Он сам напросился. Тот парень. Он сам напросился. Карма, справедливость, называй как хочешь, гребаный ублюдок. Ладно, ладно, как скажешь. Она нам поверила, нет? Вам лучше было бы покинуть город и вернуться к своим. Да, конечно. Мы только и только хотим делать сегодня вечером. На нас напали. Нас было четверо. Ох, ты ж, блин. Сочувствую. Это ужасно. Если я могу чем-то помочь. Смотри, как она сразу повелась на него. Выпусти нас отсюда, ты уже помогаешь. Я не хочу для тебя неприятности. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Случилась огромная хрень. Слушай, он ей вертит. Понимаю, но... Эленор? Все, наконец? Почти. Он заклинилась такими мастерами маленькими. Хорошо, вот так мы поступим. Так что завтра первым делом или когда-то нам что-то там... Да вам не мешать не будем, и никто не скажет, чтобы я плохо поступил. Чего? А пока можете переночевать здесь и подумать о том, какими вы были дебилами. На моих условиях и по моему плану. Все ясно? Не нужно уходить прямо сейчас, мне нужно... Нам твоя помощь нужна справедливо. Ладно. Это справедливо. Честно? Поцелуй жопу скунса. В бойскаутах мне бы за это дали чертов значок. Три, по-моему, ждать не стоит. Люди Хави. Им может быть нужен врач. Нет, уже нет. С тобой я больше рисковать не стану. Это не тебе решать. Она хочет пойти с нами. Она хочет пойти с нами. Слушай, может есть другой способ? Они хотят убежать? Есть задние ворота на том конце аэродрома. Ими редко пользуются, но в общем, можем уйти ночью. Вместе, что ли, с тобой? Красавица. Звучит интересно, похоже на проблему, что делать со стадом. Это слишком рискованно. Эти муэртис нас как-нибудь окружат. Не беспокойся. Все будет хорошо, красавчик. Я тебя уже почти люблю. В любом случае, подумай. Мне надо проведать пару пациентов, но я вернусь через час. Ох, чувствую, когда мы вернемся с этой красавицей обратно туда дать. Вот какие-то. Очень будет зла. Да, она это что-то. Она это что-то. Дело в том, что хотя это может произойти странно, что я по-прежнему больше верю Трипу, чем ей. Ну да, она может неадекватно оценивать ситуацию. Я утром... Иду утром с Трипом. Уходи вечером с Лину. Я даже не знаю, что сделать. Давайте, давайте. Это, мне кажется, это важный выбор. Нам, смотрите, не дают здесь время решить. Идти утром с Трипом. Какие плюсы и минусы? Идти утром, значит, мы останемся в большей безопасности. Стадо, может быть, уйдет. И Трип, он может, как мужик, как опытный человек, может адекватно оценивать ситуацию. Уходи вечером с Леонор. Здесь какие варианты? Что мы быстрее доберемся, может быть, к своей семье. Но тогда у нас будет больше риск попасться к ходячим. Потому что их там огромное стадо. Опять же, эта женщина, может быть, просто повелась на нашего красавчика. И теперь она пытается ему помочь. Даже предлагая какие-то совершенно неразумные идеи. Что мы сделаем? Я думаю, что нам нужно уходить вечером с Леонор. Не потому, что я тоже хочу ее поддержать. А просто, мне кажется, что нам нужно будет быстрее вернуться к своим. Давай скажем. Мы уходим сегодня ночью с Леонор. Пусть даже всего на минуту раньше будем на месте. Это того стоит. Хорошо, я в деле. Я надеюсь, оно того стоит. Знаешь, когда мы встретились, я думал, что ты тоже козел, как и все. А если подумать, при нашей встрече, ты мне едва голову не снесла. Думаю, я приняла верное решение. Что не снесла, да? Вряд ли ты могла снести. Похоже, Леонор какое-то время не будет. Может, мы успеем сжимать? Хорошая мысль. Я с ног валюсь. Я погашу свет. У нас тут еще и свет есть. Что, с комарами, с муравьями? Поспим. Ну, по крайней мере, доски у нас, а не земля. Клементайн. Но она вряд ли сможет спокойно уснуть. Ой, ребятки. Ну что, как вам нравится? Если нравится, можете уже сейчас поставить лайк. Пишите в комментариях ваши впечатления. Как долго вы ждали? И ждали ли вы вообще? Вот, смотри. Вот эти воспоминания теперь мы с вами посмотрим. Вот, точно. Я помню, что там пацан был, ребенок, которого они спасли. Так. Насколько это было давно? А где, кстати, этот пацан сейчас? Не надо. Не стреляй в зайчик. Ай, не стреляй в зайку! Эй, Джей! Ну что, ты его спугнул. Не время для игры. Это был обед. Мы охотимся. Так что сиди тихо и перестань пугать еду. У нас уже закончилась еда. Эй, Джей, мы хотим есть. Я хочу есть. Нам нужно... Зайка опять убежал. Хе-хе-хе-хе. Она хочет из пистолета попасть в зайца. В кролика. Я думаю, что есть смысл поискать в машинах. Может быть, что-то найдем. Сникерс какой-нибудь. Или мюсли. Эй, Джей, будь тут, пока я ищу нам обед, хорошо? Ой-ой-ой. Нет, нет, пожалуйста, не оставляй меня. Скажи мне, что ты понял. Ой, мне кажется, это было дурацкое решение. Будь смелым, я буду рядом. Я знаю, что ты хочешь есть. Все хорошо, я буду рядом. Не волнуйся, ты увидишь меня прямо через стекло. Просто следи за моей шапкой. Блин, мне кажется, что он здесь останется навсегда. Потому что сейчас, конечно же, придет кто? Мистер Ходячий. А, смотри-ка, зайка. Семья целая. Ну, конечно. Эй, Джей. Ну, конечно. Да, откуда ни возьмись, они появились здесь. Прекрасно. Из них целая толпа. Отцепись от него. Так, стреляем. Вот этого сначала отстреляем. Так, отлично. Этого сняли, второго снимаем. Быстро, 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 надо бежать. Спасай его, блин. Вот дура, нельзя было так... Господи, боже. Что, он закрыл, что ли, дверь? Ой-ой-ой, смотри, нам нужно что-то сделать. Что это такое у нас? Камень. А, привет. Слушай, это какой-то рок-музыкант. К нам пришел. Лохматый. О, боже. Так открой другой рукой дверь, открой, дура. О, боже, черт. Ну, конечно. Что ты орешь? Просто открой ее. Сломала пальчики, что ли? А, ни хрена себе, палец сломал. Даже два, по-моему. Черт! Да, это было жестко. Я надеюсь, что они успели спасить тяжелое прощание. Тяжелое прощание означает, что, может быть, она действительно оставила этого пацана здесь умирать? Интересненько, интересненько. Солнце зашло. Трип. Небось уже бесится, как сам дьявол. А, у нее до сих пор эти пальцы сломаны. Как думаешь, сможешь... О, ничего, просто порет немного. Мы с Трипом вроде как были вместе. А, ни хига себе, ты достойна лучшего славного парня, отношения сложны. Слушай, он реально взбесится, когда узнает, что она ушла со мной. Отношения иногда быстро-очень меняются, и простыни никогда не бывают. Похоже, у тебя что-то на уме. Или кто-то. Ребята, это здесь. Да, это здесь. У нас винтовочка сидит, да, это точно. Черт, забор, раньше его не было. Что, они так быстро возвели забор? Сколько это тут прошло-то, сутки? Оружие на изготовку, так? Если ты настаиваешь. Хотя, с другой стороны, вроде как... Ну да, мы нарушили обещание, блин. Мне кажется, этот Трип точно разозлится. Очень разозлится. У нас будут проблемы из этого, похоже. И тут были сотни. Кейт хорошо справляется в кривизных ситуациях. Она бы нашла убежище. Что это? Это мой топор. Схватить. О-оу. Так. Убить. Живой у нас тут еще. Молодчик. Хорошее оружие. Так, что это у нас здесь? Кассетный магнитофон. Ой, плеер Марианы. Мариана! Мариана, ты здесь! Мариана, Хави! О, боже мой! Ты жива! Не могу поверить! Ты мне сказал, где спрятаться. Вот я и сделал, как ты велел. Ты ранена. Прости, что я тебя бросил. Ты молодец. Ты сделал все точно, если как надо. Я всегда знал, что ты умная девочка. Спасибо. Было страшно сначала, но когда ходячие перестали меня видеть, они просто проходили мимо. Кейт. И твой брат, где они? Мы постеляли друг друга, когда пришла та огромная толпа ходячих. Кейт прикрикнул, что они постараются прорваться обратно к фургону. Значит, нам туда. Вернем твоего брата обратно. Хе-хе-хе, это прям полная противоположность той, Кейт. О, нет, наш фургон. Что с ним? Никаких признаков не видно. Может быть, они куда-то перепрятались. А где эти мужики? Ой, Кейт! Нет, это не Кейт. Или... А, вон она сидит в тракторе. Тихо, тихо, тихо. Они там, 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 Марианна, назад. О-оу. Кейтушка, привет. Сейчас, смотри. Погоди, стоп. Никому не стрелять. Он прав. Будем стрелять по грузовику. Можем задеть их. А, все сюда, ребят. Да, по идее, их так не так уж много. По идее, мы уже перерубить их. Одного за одним. Тем более, нас несколько же здесь. Тем более, у нас Клементина сейчас подключится. Давай, Ку. Давай. Опа! Отлично. Смотри-ка, Элеонора тоже не промах. Прикладом умеет работать. Ух ты, блин. Да, такой толпой. Мы точно их перекрошим быстро. Ай, стреляй, 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 стреляй быстрей. О, отлично. Последний укокнули. Не так-то много осталось от этой толпы. Хави! Ты нашел нас. Эй, эй, все в порядке. Я с тобой. Ты рад меня видеть? Это просто мой ствол. Я рад всех видеть. Пацаны, не будем целовать. Я рад всех вас видеть. Рад, что вы целы. Давайте не будем развивать с ней романтические отношения. Она мне не очень нравится. Еще пару минут, и ты вдруг... Ты появляешься в самый нужный момент. Да, конечно, я что и спаситель. А, ну да, мессия. Со мной так бывает, понимаешь? Я герой. Я хотел бы пойти за тобой, честное слово, хотел. Но я труханул. У меня штаны отвисли, я не смог быстро бегать. Я думал, мы погибли. Все уже кончилось, но у тебя все получилось. Я бы никогда этого не видел. Давай скажем, у тебя все получилось. Ты ведь все еще жив, а? И Кейт тоже, и Мари. Это единственное, что имеет значение. Мне было жуть, как страшно. Я... Я чувствую это, да. Я... Я... Я чувствую этот запах. Ха-ха-ха, что тебе было очень страшно. Эй, ты что, поранился? Должно быть, поцарапал в грузовике, даже не заметил. Я надеюсь, что ты поцарапал, по крайней мере, это не укус. Это же не укус. Элли, не посмотришь? Элли у нас просто... Смотри, мать Тереза. Все хорошо, я врач. Я промою рану, а дома перевяжу. Видишь? Уже стало лучше. Ничего себе, быстро как. Надо скорее возвращаться, не хочу зря испытывать удачу. А куда возвращаться? А что это за девочка с большим стволом? Ха-ха-ха. Она спасла Клементина, мой друг, просто случайно. Клементина, мой друг. Привет. Рада, что смогла вам помочь. И мы тебе очень благодарны, правда? Здесь неподалеку есть город, там безопасно. Звучит привлекательно. Мне кажется, что сейчас... Этот наш мужик... Господи, Хави, а там есть горячая вода? А, не надеюсь, он слишком... Я не сомневаюсь, я думаю, да. С ванной, с пеной? Правда, ванна с пеной была бы восхитительна. Думаю, да. Правда, Элли? Ну, конечно, у нас есть горячая вода. Мы же не дикари. Мне казалось, ты бы там уже побывал. Ну да, просто мне как-то было не давано. Не до джакузи, говорит. Так, тихо, не засматривайся на нее. Вид у тебя счастливый. Так и есть. Обычно поисковые операции кончаются гораздо хуже. Смотри, не сглась, мне повезло. Я тоже этого не ждала. Давай отложим праздник до тех пор, пока они спрячутся с стенами. Идет? Сейчас эти мужики придут сюда, я точно тебе говорю. Я просто рад за тебя, вот и все. Все, смотри, любовь, морковь началась у них. Может быть, заберем все-таки и лут из-за нашего праздника? Когда вернемся в Прескот, ты все еще должен мне машину, которая ездит. Понял? Я не забыла про наш уговор. Я тоже не. Давай покажись по-другому, надеюсь, что ты останешься со мной. Я скажу, я надеюсь, что ты, может быть, останешься со мной. Учитывая... А, понимаешь? Учитывая что? Ты уже зашла со мной так далеко. Это ради фургона, не ради... Класс. Что у нас здесь? Плеер. Ага. Теперь можешь послушать музончик. Ну что, смотри-ка, я нашел его. Теперь ты можешь скрывать... Что это, мать твою, происходит? Мне кажется, это те мужики. Мари! Кабздец, ребята. Это просто... Гребаные воры! Думайте, вот так просто уйдеть отсюда, чтобы ничего не случилось? Чертас-два! И лошади у нас сейчас убегут. О, нет-нет-нет-нет. Это плохая идея. Мари у нас мертва. Хави! Мы не можем ее бросить! Ну как не можем ее бросить? Ах ты, блин, да куда же ты бежал это? Черт, а! Кейт! Мы сейчас всех потеряем. Всех потеряем. Да куда ты встал? Стоп, Хави! Нет! Стоять! Засранец, что ты делаешь? Придурок, куда он побежал? Так, стрелять в ответ, идти к семье. Давай будем стрелять в ответ. Какой смысл к ним идти? Потому что, потому что надо их прикрыть. Потому что нас просто расстреляют. Так, стреляем. Быстро-быстро. Опа, отлично, так этого сняли. Убеги! Уходи! Зачем они ее взяли? Она же мертва, ей прямо в лобешник попали! Она сейчас перевоплотится. Она сейчас реально станет ходячим, начнет кусать всех. Это просто пипец. Ешкин, Рэнд. Не могу поверить, боже. Она, она, она просто... Я знаю, Хаби, у нас будет много времени для этого, но не сейчас. О, молодец. Мне надо оставить Кейт, пресс-коттами смогут... Как она? А, Кейт, помочь. Я думала, Мариан... Кейт, цела, я их поубиваю нахрен, я не оставлю Мариану. Кейт, цела? Кейт? Как ты? Хорошо. Хорошо, правда, да, прекрасно. У меня, правда, из брюшины течет кровище. Плохо, и чем дольше мы тут проторчим, тем хуже ей будет становиться. Да, нужно идти. Нам больше нельзя ждать. Оставайся и доведи дело до конца. Ты спятил, нам нужно срочно уходить. Один труп у нас уже есть, если не остановить, они будут снова нападать на твоих родных. О, сейчас нам нужно будет. Пусть Леонор им поможет, а ты оставайся со мной. Что, нет? Хави, ты должен идти с нами. Давайте так-так сделаем. Да, 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 это нормально, они на лошадях тут скачут. Хави, пожалуйста. Просто уйти с семьей, а стоять и сражаться. Достать ее в пресс, как мы тебя прикроем. Хави! Иди с ними, со мной все будет хорошо. Гейб, мне нужна твоя помощь. Просто не переставай стрелять, пока они исходятся из виду, хорошо? Я готов. Я готов, я, мать твою, так готов, я буду мстить. И мстя моя будет очень страшно. Вау, бомба! Охренеть, динамит! Хави, нет! Давай, бросим ее обратно. Бросай, есть! Отлично, отлично. Надеюсь, она отлетела подальше от нас. Ху-ху-ху-ху-ху! Эпизод первый, неразрывные узы, часть первая. Открыт достижение на службе, у кого или у чего. Вы остались ночью на свалке. Больше, большая часть все-таки, все-таки осталась здесь. Окей, дальше. Вы выстрелили в Руфуса и отпустили его? Нет, большинство также не выстрелило. Окей, дальше смотрим. Какие были последствия стрельбы? Да, вас заперли, прекрасно. Какие еще варианты-то были? Кто привел вас на свалку? Кто привел вас на свалку? То есть мы действительно, на самом деле, могли вроде как вернуться сюда на свалку не с Элеонор, а с кем-то еще. То есть кто привел вас на свалку? То есть может быть Трип нас мог привезти на свалку? Я не знаю. Ребят, кто играл, у кого были другие решения, напишите в этом комментариях, скажите, какие были результаты. Мне очень интересно посмотреть. Вы сбежали с семьей или остались с Клементиной? Вы остались. Больше, что осталось. Никто не хотел сбегать с семьей. Отлично. Все, круто. Продолжить. Давайте посмотрим сейчас трейлер второго эпизода, который у нас должен появиться. Очень скоро, насколько я понимаю. Да, нам же покажут. Нам должны показать, что будет там. Потому что... Да, 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 отлично. Нет! Где трейлер, твою мать? Видимо, настолько эпичный у нас был эпизод, что трейлер даже не потребовался. Ну что ж, ребята, честно признаюсь, я в полнейшем восторге. Те годы ожидания третьего сезона «Ходячих мертвецов» для меня, как я надеюсь и для вас, оказались не напрасными. Мы пережили здесь очень много важных событий, которые в самом начале уже задают тон всей серии, всему сезону. Я думаю, что каждый эпизод будет все жестче и жестче как-то. У нас было, в общем-то, и с Бэтменом. На самом деле было все напряженней. Я думаю, что все будет хорошо, неразрывные узлы. Что, неужели мы можем начать второй эпизод сразу? Погоди! Кубленный установлен. Подожди, у нас все... А, у нас все эпизоды доступны! Твою ж налево, ребята! А я почему-то думал, что у нас будет выходить одно за другим. Что, серьезно, мы сможем с вами пройти полностью все пять эпизодов подряд? Так это же просто потрясающе! Поэтому каждый день на нашем канале будет выходить новый эпизод! Это просто эпично! Круто! Что ж, спасибо вам большое! Давайте на этом, естественно, мы остановимся. Серия получилась затяжной, большой, насыщенной. Продолжим уже завтра. У нас будет новый эпизод, и мы его с вами пройдем. И так до конца, до победного. Пока не узнаем, с чем же закончится полностью третий весь сезон. Спасибо большое, что были со мной. Ставьте лайк обязательно этому видео, поддержите меня, и поддержите третий сезон «Выходящих мертвецов» лайком, пальцем вверх. Кто не знает, он находится внизу справа, под видео. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы ни в коем случае не пропустить продолжение. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте, и пока-два! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok